Оцениваю ситуацию 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 Ребят, пример простой. Я иду, увидел нарушение. Я понял ваше точное зрение. Вы мне ответите. Смотрите, вы говорите, материала никаких нет. Если какие-то нарушения в оформлении были, были, что-то еще. Послушайте, получается, тот человек, который нарушил, к нему претензии, он претензий никаких не имеет, потому что он уже уехал, жалобу он. У меня есть претензия. Слушайте, я гражданин Украины, который стал свидетелем на нарушение закона. Этого мало? Так, а как получается, что у водителя нет претензий, а у вас нет претензий? Так правильно, секундочку, вы не мешайте мне. Так в чем? Когда? Я вам объясню ситуацию. Да вы спуститесь. Нет, мне такое случаю видно. Смотрите ситуацию. Как вас зовут? Павел. Павел, смотрите ситуацию. Остановили водителя, пьяного. Он рассчитался на месте с инспектором и уехал. Какое это отношение? Нет, я перебью, я закончу мысль. Он уехал, он претензий не имеет к инспектору. И инспектор отпустил, тоже получив денег, не имеет претензий. Так что теперь, я увидев это, должен молчать? Так нет, не молчать. Правильно, ситуация здесь такая же, только он не был пьяный. Водителя остановили. Вы не сказали, что водитель рассчитался за что-то? Я ничего не хочу сказать. Я хочу мысль закончить, вы поймете. Я хочу сказать, что водителя остановили, беспричинно. Инспектора настаивают о том, что у них есть видеофиксация, но показывать ее не хотят, потому что ее на самом деле нет. Вот. Я как простой гражданин, хочу убедиться, что нарушения закона не было. Вы как полиция должны мне в этом содействовать. Я вам задам встречный вопрос. Я у вас спросил, вы какой-то деятель, журналист, вы просто гражданин. Я просто свидетель. Просто свидетель. Да, свидетель ситуации, видел беспричинную остановку. Хочу в ситуации разобраться. Почему вы решили, что просто свидетелю, просто свидетелю кто-то, что-то должен объяснять и оправдываться? Я вам пример привел. Или хотя бы, допустим, нарушителем водителя. Слушайте, я не прошу никого оправдываться. Ситуация простая. Либо мы пишем заявление, либо мы можем на месте все это решить. Мы точно его писать не будем. Если у вас есть желание, это же ваше право, правильно? Ну, конечно. Я могу вам подать, вы будете писать. Нет, я не буду писать заявление. Ну, вы примете от меня заявление? Да ради бога, напишите заявление, мы зарегистрируем все как надо. Я вам просто объясняю. Нарушитель, а нет, он уже уехал. Слушайте, я не могу. Жалобы нет ни на кого. Вы что-то вот пытаетесь раскрутить здесь, вот обвиняете. Вот мы подъехали по своим делам, вы уже к нам. А, то есть я вас отвлек. Вы под делом по своим переехали? А я тут дурак-то пришел. Вам сказать про то, что нарушение было со стороны полицейских. Вы неправильно все перекручиваете. Нет, 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 я правильно. Если бы я был занят, я бы что-то на уехал. Нет, извините, я вас отвлек. Я разберусь с ним местом. Ребят, спасибо большое. Спасибо. А вы сейчас уже перекручиваете. Я не хочу вас отвлекать. И вы знаете, я вам больше скажу. Да больше не надо, я помню. Вы вот когда видео снимаете, вы его, пожалуйста, не режете. Ну, не разрезаете. То есть вы мне еще советовать будете, как мне с видео поступать? Вы просто тыкаете на меня камерой. Смотрите, когда полицейские, полицейские в фейсбуке, у них есть свой канал, вы знаете, выкладывают видео и режут его. Вы почему-то не возмущаетесь, потому что это другое. Ну, а кто другие полицейские? Вы руководству передайте, что я попросил, пусть видео не режут, когда выкладывают, хорошо? Хорошо. А как можно обращаться, что мы будем? Меня Александр зовут. Очень приятно. Скажите, Александр очень просил, когда видео выкладывается женщиной на Порш-Каене, которая якобы грубила, пусть не режут видео. Когда пацанов в Киеве стреляют, пусть тоже там видео не режут, а в целом выкладывают, окей? Спасибо, ребят. Я дальше сам разберусь. Спасибо, что помогли. Действительно, классно. Спасибо, что не безразлично. Да-да, спасибо большое. Только в следующий раз, когда вы пытаетесь что-то казать кому-то, то вы, ну, соответственно... Что я неправильно в этой ситуации делаю? Вот вы хотите, говорит, пожаловаться, выйдите на нарушение страны закона, а заявление ни кое вы не пишете, никто не делает, нет. Я вам, смотри, вы не поняли. Еще раз, как зовут вас? Паша. Паша, вы не поняли. Ситуация очень простая. Объясняю еще раз по пальцам, только не перебивайте. А вы спуститесь к нам. Мне так вас, я маленький рост, мне вас удобно. Я тоже как бы немного выше. Стоял. Ехала девушка на Мерседесе с киевскими номерами. Учитывая, что я не первый день знаком с работой двух столбов, решил подойти и узнать. Подошел к девушке, узнал. Говорю, за что остановили? Говорит, ну, за что, просто так остановили. Говорит, я к инспектору, за что он ввели? Говорит, мне было пристегнуто. Я говорю, вы нарушили что-то? Значит, делали предупреждение по 22-му, по-моему, наше все отпустили. Не, 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 для того чтобы. Вы, как полицейские, опять же, вы опять перебили и опять торопитесь. Чтобы сделать предупреждение, что надо? Надо располагать фактическими данными о нарушении. Правильно? Вы же знаете, поэтому, я попросил, пожалуйста, есть фактические данные? Инспекторского вопросов нет, у меня вот ведется видеофиксация на телефон, если надо, у меня есть тысячу процентов, что она не была пристегнута, если надо, можно посмотреть. Я говорю, у меня вопрос, давайте посмотрим. Девушка говорит, все, я могу ехать. Ребята сказали, да, можете ехать, отдали документы, она уехала. Правильно. А вот теперь смотрите, если надо, вы говорите, кому надо, водителю не надо. Вы кто? Я свидетель. Просто свидетель. Смотрите, я сейчас подскажу как свидетель. Покажите мне видео всей вашей смены. Я свидетель, я свидетель многих нарушений, покажите мне. По конкретному случаю, по конкретному случаю, девушки, которую остановили. Я не подхожу, я не прошу видео за всю смену. По конкретному, почему? Потому что я располагаю фактическими данными, которые зафиксированы на камеру, что девушка ничего не нарушала, и она об этом сказала. Можно еще увидеть фактические данные инспекторов, на основании чего они остановили и предупредили девушку. Если же нет фактических данных, это нарушение закона, за это наказание, ребята, вам как полиции тоже это надо знать Опять же, откуда вы знаете всю ситуацию, о чем беседовали, чего остановили Слушайте, они мне сказали, они же сказали Подождите Вы знаете, что госорган не имеет права врать, и он не имеет граждан, он не имеет права врать А что вы решили, что вам кто-то врет? Нет, на самом деле я не решил Я не решил, я пытаюсь защитить Паша, 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 все просто Если вы, я так понимаю, занимаетесь такой деятельностью Какой деятельностью? Я знаю, поэтому я говорю, Паша, смотрите, все просто Если мне инспектор сказал, что он остановился за нарушение Мне, как гражданину, нет смысла сомневаться в его словах Правильно? Правильно Если мне девушка говорит, что она не нарушала Мне есть смысл сомневаться, что она говорит правду? Как вы считаете? Ну подождите Паша, да или нет? Не надо ждать, ну да или нет? Инспектор не обязан вообще всем рассказывать Надо всем Есть такие нюансы в законодательстве, когда не указывается Паша, это бред, вы сейчас говорите Почему нет? Мы рассматриваем всего-навсего административное правонарушение В котором я выступаю как свидетель Правильно, а раскрутили уже Правильно Ну Для того, чтобы раскрутить Уголовное дело Не, не надо уголовное Это обычная админка, за которую они обычно берут взятки Поэтому я, как свидетель, имею в том числе право участвовать То есть, вот есть доказательства? Я сейчас не с вами разговариваю Я разговариваю с Пашей Пожалуйста, пообщите, постойте Я, как свидетель, имею право участвовать в административном проваджении Как кто? Как свидетель Ну, напишите объяснение Паш, правильно Сейчас нет административного проважения Если бы она привлекалась к административной ответственности Что такое постановление? Это что такое? Что это такое? Постановление это что? Вы предупреждаете в рамках чего? Вы видите постановление? Вы предупреждение в рамках закона В рамках чего вы это делаете? В рамках чего? Рассмотрение административного дела Не надо рассказывать У вас проходит то, что проходит так Вы остановили. Да вы не можете предупредить человека априори, не имея никаких доказательств, что непонятно. У вас как минимум должно быть показания сведки в фото-видео фиксациях. И только после этого. Правильно. Вы смотрите, вы снимали. Вы проинкрутите свое видео обратно. В момент остановки. Посмотрите, там все будет видно. Что вы от нас хотите? От вас я хочу, чтобы вы подтвердили свои слова. Да вы никому ничего не обязаны. Водителю мы показали бы. Он уехал. Он не попросил. Вам нет. Хорошо, следовательно, я имею право. Какое правило? Не только вы не дослушали даже, какое. Я имею право, да, написать по этому поводу заявление. Поэтому я обратился к полиции. Вот мы сейчас дошли до сути. Полиции, содействовать, чтобы более быстрее этот конфликт разрешить, чтобы они посодействовали. Может быть, вас, может быть, от них вам лучше бы дошло, если бы они попросили. Ребята, давайте видео промотаем, секундное дело. Посмотрим, да да, нет, нет. А если нет, значит, почему? Потому что его нет. Потому что вы врете. Даже если бы его не было. Вы, даже если его не было, вы не имеете права останавливать. Согласно внутреннему убеждению, вы не спрашиваете. Ребята, спасибо, я вас не задерживаю. Вы очень помогли, и вообще, вот так помогли, прям, вот в следующий раз просто хочется увидеть и попросить у вас помощь. Спасибо, реально. Вот вы и по законодательству помогли, и подсказали, как лучше сделать. Прям, ну, то, что надо. Ну, а с вами идемте на пост, напишем. С чего вы хотите, а вы хотите... Паш, ну, я вам объяснил пять раз уже. Я определился. Я хочу просто увидеть видео. Я вас услышал. И все. Я вас услышал. Все, что я хотел. Да, вы не смогли помочь, к сожалению, очень жаль. Идемте, кто там, с кем. О, я думал, все уже ушли, а? С чем-то поможете вам? А что, вы с чем-то помогли? Ну, вы сейчас чем-то помогли мне, или что? Ну, вы же только с камерой вызывали. А что мне с вами... А что я у вас снова узнаю без камеры? Я и так все знаю. Так, а что вы нам подходите, но вы ничего не знаете? Как это, что я подхожу? Я хочу, чтобы каждый раз, когда вы останавливали машину, вы думали, прежде всего, не кошельком, а головой. Мы всегда потом...